К другим темам. 170 казахстанских детей живут в приемных семьях в Италии. Эта страна занимает второе место в мире по количеству усыновлений после США. И большая часть родителей, готовых взять в семью ребенка, едет за ним за границу. Казахстан оказался тоже в списке тех стран, куда итальянцы едут за детьми. Почему жители этой страны выбирают иностранных детей и что они могут дать казахстанским малышам, разбирался наш собственный корреспондент. Андрей родился в Рудном, под Кустанаем. Но сегодня он во всех отношениях больше итальянец, чем казахстанец. Безупречно говорит на итальянском, делает успехи в математике. Пьерлуиджи Бонейн и его супруга приехали за сыном в холодный декабрь 2010-го. А весной забрали ребенка домой. День первой встречи они помнят во всех подробностях. Мы почти ничего не знали о нем. Только возраст 5 лет, что мальчик и зовут его Андрей. Фотографию тоже не видели, да и это было не столь важно. Когда ребенок вошел в комнату, сразу к нам подошел. Мы восприняли это как знак. Тут и родились первые чувства. Андрей знает, кто он, кто его родная мама и где его братья. Здесь не принято скрывать прошлое. Итальянцы берут в семьи около 3,5 тысяч приемных детей в год. 8 из 10 – это дети, усыновленные за границей. Процедура занимает обычно несколько лет и обходится каждой паре примерно в 30 тысяч евро. Очень мало детей в Италии, которых можно усыновить по отношению к количеству пар, стремящихся стать родителями. На четыре семьи приходится, как правило, один ребенок. Те же, кто выбирает путь международного усыновления, знают, что шансов здесь больше. И несмотря на все трудности, рано или поздно он обнимет своего ребенка. Такое количество приемных родителей объясняется с медицинской точки зрения. Практически каждая пятая пара в Италии не может иметь собственных детей. В специальной организации с желанием усыновить ребенка обращаются в основном супруги 42-44 лет. И прежде чем получить на это разрешение, проходят доскональную проверку. Затем контролируют состояние приемных детей в течение многих лет соцработники и психологи. С казахстанской стороны посольство регулярно наводит справки. У нас никаких проблем здесь никогда не было. Естественно, мы в силу функционального долга должны всегда принимать информацию о них. Как они проживают здесь, какое их состояние, психологическое состояние, экономическое. С родителями общаемся, узнаем о их здоровье. То есть мы стараемся, чтобы эти дети всегда были на виду у нас. Тем не менее, существуют и драматичные примеры. По статистике, в двух случаях из 100 в Италии дети возвращаются в детдома. Но в семье Андрея считают себя счастливыми. Пять лет, проведенные вместе, стали лучшими в жизни этих троих. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, Хабар, Италия.